Друзья, простите нас, но такое мы не можем не показать. Жесть. Но то, что за диваном творится, это вообще, это просто шок. Мы это двигаем, а вы сразу пшикаете на них, потому что их-то много. Вот, смотри, закинует. Жизнь закинует. Я такого никогда не видел. Чистенько стало в комнате. Удивить, это не то слово, я поражён. Так, нам привезли уже диван. Будем делать всё, что возможно в наших силах. Но имбург. Друзья, всем привет. Я вам хочу сразу сказать, чтобы вы готовились в этом выпуске испытать разного рода эмоции. От позитивных до ужаса, от которого на вашем теле волосы будут стоять дыбом. А для слабонервных в названии ролика мы написали минуты, которые вам не рекомендуется смотреть. Поэтому самые жуткие моменты вы можете перемотать. Остальные наши зрители готовьтесь увидеть, наверное, один из самых жёстких выпусков на ютубе. В этом выпуске мы решили навестить бабушку Галю, привезти ей продукты и, может быть, чем-то ещё помочь. Но когда мы зашли в квартиру, спустя пару минут в ней начала твориться полная жесть. Чем всё закончилось, вы сможете увидеть, досмотрев этот выпуск до самого конца. Для нас это получился самый непростой и сложный выпуск во всех смыслах этого слова. К такому даже мы не были готовы, хотя нашему каналу скоро уже будет два года. И мне хочется попросить наших новых зрителей только об одном. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Для нас это большая поддержка. Подписывайтесь на мой инстаграм, мёдов, нижнее подчёркивание, Игорь. Прямо сейчас я выложу очень много кадров, которые не вошли в наш основной выпуск. Большое всем спасибо. После просмотра этого видео поделитесь им со своими друзьями. Прямо сейчас мы начинаем. С бабушкой Галей мы познакомились больше года назад возле церкви, когда раздавали еду людям, просящих подаяния. Чем вам можно помочь? А кем мне поможешь? Я одна осталась, у сумок тоже не выдержусь. Никогда не остался. Поесть, чтобы купить и всё. А я покупаю только хлеб и чай. Я уже ничего не хочу от этой жизни. На днях зайдём и вам продуктов привезём. У неё украли кошелёк с деньгами, и в тот день она просила Милстоню, чтобы купить себе просто поесть. С того дня мы начали следить и помогать бабушке Гале. Мы с Ваней приехали на бабушке Гале, узнать, как у неё дела. Заодно зайдём, посмотрим, что необходимо ей купить. Может быть, из продуктов, что-то, может быть, из средств личной гигиены. Ну, в общем, это, я думаю, всё поняли. Бабушка Галя, это Игорь. Здравствуйте, с Новым Годом. И вас так же. Ой, баб Галь, тараканы появились, да? Да, это вот ремонт там делали. А я мусор пошла выносить, не закрыла. Ага. И вот прям убежали пиво. Надо вам новую липкую ленту привезти, чтобы мухи цеплялись. Ну, чё, надо травить. Чё-то мухи не убавляются. И чё, я уже липкую ленту сколько сменил. Ну, мы вам тоже привозили. Откуда они берутся? Где-то у них место, мне кажется, есть. Поливаете, да? Это лук у вас тут растёт? Ага, лук посадил. Выращивайте. Рассказывайте, как у вас дела? Чё дела? Так, понемножку. А где это постельное бельё, подушку мы вам привозили? Это я на ночь стелю. В комоде всё. Как у вас со здоровьем дела? Ноги не очень ходят. Ну, вы сейчас хотя бы ходите, а то помните, в нашу последнюю встречу вы вообще ползали. Но весь год хватит. Я поползу. Зачем, Бабгаль? А я не могу ходить пока ещё. Как это? А вот так вот. Я говорю, когда я ноги... Не, Бабгаль, тогда не ходите, пожалуйста, стойте. Мы тогда сейчас вам... Помните, мы вам ещё раствор спиртовой делали вы? Да кого-то я не делала. Здесь вот ещё лисник. А это чё? А это полынь нашла. Полынь, да, трава. Маша, подошвы у меня сильно болят, подошвы. В детстве бегала в резиновых сапогах на босу ногу. Морозы-то не такие были, как сейчас. Вам сейчас кто-нибудь помогает, приходит, приносит что-нибудь? Работали мы вместе, иногда заскакивает это. А Маша, вот это ваша? Список напишу. Маша приезжала вот тоже за неделю перед этим. Везли всяких круг мне тоже. Более-менее, когда хожу, так я выйду. Кого-нибудь попрошу. Ну как тогда, мы встретились возле крыльца. Но утеплюсь и дойду до магазина, вот он же, в том доме. Бабгаль, а вы не хотели бы себе, может, соцработника какого-то? Нет, я привыкла одна справляться. Пока еще ползаю, так я не могу, я сама уже все делаю. Мы просто можем все документы, вы подготовите, мы их сдадим, и к вам соцработник будет ходить, он будет убираться, приносить продукты. Нет, не надо, я сама убираюсь, сама и все. Бабгаль, а вы не хотите от тараканов обработку сделать? А я не знаю, в аптеке продают что-нибудь? У вас они везде, они вон из обоев в щели лезут. Здесь обычными мелками здесь не обойдешь, здесь надо прям вызывать, чтобы обработку делали. Мы вам все это оплатим. Да пока, не знаю, я... Вон они, они прям под обоями у вас живут. И вон там за шкафами они вон везде у вас сидят, ползают. То есть здесь обычными мелками уже не обойти, здесь надо прям вызывать, обрабатывать. Нет, не надо. Не надо? Просто от мух тоже можно всю эту всю обработку сделать. Просто надо будет пойти куда-нибудь нам погулять с вами, пару часиков, чтобы это все выветрилось. Нет, я не могу. Нет, я сама потихоньку. Бабгаль, а чем помочь можно вам? Да пока ничем не надо. Чем вас порадовать можно? Пока я ничего, более-менее, дай бог. У него он даже у вас по кофе ползает, но это же вообще плохо. Где они по кофе? Вот он. Нет, тут никого. Ого, уполз уже. Вот ангелочек стоит, которого мы с самого начала. Да, вот он тут рядом. И слушай, что совсем плохо будет. И перед уходом я хотел бы вам подарить вот такого ангелочка, чтобы он вас оберегал, охранял и был символом вот таких перемен к лучшему. Спасибо большое. Спасибо. Игорь, я позвоню тебе, у меня записан вот телефон, Игорь. Из всех вот героев, кто у нас есть, вот вы у нас одна такая непробивная. Я привыкла, вы же по парке мотались, все. Конечно, у нас закаленные были у меня есть. Пойдемте посмотрим, может продукты какие-то вам сейчас быстренько принесем. Ага, вообще есть, ребята. Нам бы нафли распределимся. Ваня, Ваня, баб Галя. Горячую воду их. О, кошмар, бабушка Галя. А ладно, я говорю, ремонт делали, а ведь там... Мы тут уже все дни не сожгли. Крыло пошло, мусор выносили. Мы просто от этого и соседи страдали. У вас они тут вообще их очень много. Прямо очень много. Ну мы вот были, когда последний раз, ну полгода назад, наверное. Не было жестового. Вообще мы их не видели, тараганы. Да это не были их. Но они походу убежали все к вам и у вас поселились просто. В общем мы договорились с соседкой бабушки Галей, которая на часик у себя разместит ее. И здесь, по крайней мере, мы сможем нормально обработать. Баб Галя, у вас кошки еды больше, чем для вас. А это... Мамочки. Так, я привык, у меня лучше одна. Чай попью с хлебом. Чай попью с хлебом, чем я. Что птичка дорожная. Баб Галя, мы сейчас за продуктами сходим вам и придем. А что там же вон я показывал лапша и это все есть. Свеженькие продукты. Дверь не закрывайте, потому что мы сейчас скоро подойдем. Жесть. Просто смотри, Вань, мы обработаем. Там в идеале нужно проводить полную генеральную уборку. Какая-нибудь клиникампания возьмет за это тысяч 15-20, наверное, чтобы его убраться. Но нам бабушка Галя не даст. Тут надо реально как бы это жестко все прям делать. Потому что и соседей тоже жалко, и подъезд в целом от этого страдает. Но то, что за диваном творится, это вообще, это просто шок. Будем решать проблему по мере их поступления. Сейчас обработаем, вот, а дальше будет видно. У меня аж этот глаз задергался. В общем, мы сейчас ждем звонок от ребят, которые будут обрабатывать. Дай бог, если сейчас получится приедет клининговая компания. Алло, Игорь, это Оксана, вот по уборке. Ну хорошо, хорошо, давайте. Дергим до завтра. Да, давайте на завтра. Еще фотографии все равно, как бы отправьте, чтобы сориентироваться, с чего начать. Я боюсь, мы отправим фотографии, вы не приедете. Я думаю, что мы приедем. Я же вам говорю, что после пожара убирали. Я работаю на квадратах буквально. Не волнуйтесь, как бы все сделаем. У нас есть спецхимия, то есть нам это не страшно. Будем приступать к работе. Слава богу, что... Дай бог, чтобы это все скоро закончилось. Прям вот, пожалуйста, не жалейте Ростонера. Не, не посмотрите, что не жалейте. Вагон звонок у нее. Машенька. Встречайте гостей. Здравствуйте, приятная. Все, тут Галя в гостях у нас. А мы пойдем дальше заниматься. Ты видишь? А вы можете... Мы это двигаем, а вы сразу пшикаете на них. Потому что их-то много. Прям тут поливать можно. Вон дырка, видите, в стене? Ага. Вот, смотри, закину... А-а-а-а... Жизнь закинует. А-а-а... 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 Ваня, Ваня, Ваня... А-а-а-а... Жесть. Друзья, простите нас, но такое мы не можем не показать. Я не думал, что под кроватью такое вообще... Я такого никогда не увидел. Ладно, вот там до одного видишь, еще не так противно. Когда их прям армия... Вот это нельзя просто так оставлять. Готов, пожалуйста? Да, конечно. Раз, два, три. Ёпарасетэ! А-а-а... Бабушка Галя, ну че ж вот так? Ваня аж все, выбежал, не выдержал. Как они не съели бабушку Галю? Ты посмотри, Ваня, ну это же жесть. Как так-то? В общем, мы сейчас вышли в коридор. Нет, даже слов нет. Я просто в состоянии шока нахожусь. Мы ведь заглядывали в диван, вы сами видели, но я не видел, что их столько было. И жалко ей бабушку Галю, что она настолько потеряла уже интерес к жизни, к чистолюбию. Вот просто стремление к чему-то потеряла. Жалко, конечно, и соседи. Но у людей разные, сами знаете, болезни бывают. Кто-то там складывает вещи, приносит с улицы, соседи страдают. У кого-то много кошек, собак, квартиры тащат. И тоже как бы здесь квартира в грязном состоянии. Бабушка Галя, ну просто уже ничего не хочет делать, ей ничего не интересно, ничего не нужно. Мы по максимуму сейчас все, что можно сделать, сейчас обработаем. Завтра все вымоют. Дай бог будет чистота. И мы еще раз обработаем. И по максимуму поговорит бабушка Галя, чтобы она эту чистоту поддерживала. Мы хотим закончить на счастливой ноте, потому что мы уже целый год бабушку Галю упрашивали навести порядок. Но сейчас мы просто где-то нельзя останавливаться, но оставлять. Диван мы, наверное, выкинем этот, потому что нереально. Пожалуйста, поддержите нас, подпишитесь на канал. Все равно не ругайте бабушку Галю, потому что она этого не заслуживает. Мы сейчас слышим звуки топания. Это, скорее всего, работник просто своей вещи. На них набежали тараканы, и он от них, наверное, скидывает. Спасибо, спасибо за вашу поддержку. Вы просто представьте, что бабушка Галя, вот, грубо говоря, на этом всем спала. Они были под ней. Пока ночью она спала, они вылазили. Может быть, ели ее, она даже не чувствует. Ну, я вообще не представляю, как так можно. Никогда не угадаешь, какая у тебя будет судьба в старости. Вань, нам надо еще раз зайти, открыть все окна. Вон они уже валяются. Так, пусть проветриваются. А, и тут везде. А, я боюсь, боюсь, боюсь. Домой не хочется принести. Вон на шторах, Вань, везде. На потолках? Конечно. Кошли, все, открыли. Ну, они на потолке. Все, час ждем. Как завтра здесь будут убираться, я вообще не знаю. Что-то мне аж поплохело. У меня раз, наверное, 10 за это все время рвотные рефлексы были. Мы сейчас заехали перекусить, потому что прям как-то что-то совсем плохо себя ощущаю. Вот, перекусим и поедем уже бабушку Галю заведем, отведем в комнату, в дальнюю. Чтобы она там переночевала, а завтра уже с утра приедут ребята и будут все отмывать. То, что бабушка к себе зашла. Ага. Ой. Баб Галит, мы подметаете, да, потихоньку? Да. Видите, сколько много? Так. У вас пол совка уже чуть-чуть прибрались. Мы вам взяли продукты все необходимые, взялись сегодня сразу готовые все. Чтобы вы могли сейчас сегодня поесть, ничего не готовить, ничего не трогать здесь. Сразу в холодильник убирать, там и сосиски. Завтра все доделаем, хорошо? А, лицо. О, вон кладбище целое. Спасибо. Вот, видишь? А, ну да, это клопы. Клопы? Конечно. Да, ну. Баб Галит, да, клопов очень много. Их тут сотни. У вас весь диван, смотрите, весь, полностью в них. Под ними, вот тут валяются уже сотни. Клопов тут можно. Клопов, очень много клопов. Телефончик я машет, там позвоню когда-нибудь. Ой, не берите, Баб Галю. Так, давайте мне кончик. Баб Галю, ну тут все, не надо, не трогайте это вообще. Вот это мы все оставляем до завтра. Завтра утром приезжают, вот это все пылесосит, все собирают, всех оставшихся тараканов. Так, они за сегодня еще помрут у вас. Баб Галю, вот этим вообще ничем не пользуйтесь, пожалуйста. Мы вам завтра все новенькое, все свежее привезем. По крайней мере, сейчас процентов, я думаю, 80-70 точно сейчас. Все, кто были по наружу, погибли. Остальные все, те, кто сейчас будут вылазить, вон, новенькие, они сейчас все будут попадать на раствор. И тоже до завтра, завтра еще больше здесь будет трупиков. Утром мы к вам придем, хорошо? Хорошо. Потерпите. Слушай, вот тогда мы вблизи смотрели, было непонятно, кто там есть, кто нет. Ты видел, сколько там реально клопов? Еще и крупные. Еще и крупные. Я вообще даже таких больших никогда не видел. Наше утро начинается, как говорится, не с кофе. Вчера вообще приехал вечером домой, у меня сильно разболелась голова. Не знаю, может быть, мы немного отравились, либо еще что-то. Ну, прям очень плохо себя чувствовал. Сегодня у нас будет непростой день. Пожелайте нам удачи. Мы с клининговой компанией обсудили объем работ. Вот, они еще немного подняли цену, потому что видели все вживую. Вон они везде у нас. Чтоб вы понимали, на шторах. Везде, вот. Тут они везде ползают и мертвые валяются. На диване, конечно, живности уже нету таковой. Вот. Но есть. Конечно, есть, но уже не тысячи, как это было вчера. Может быть, конечно, и попрятались, поубегали. Вон, кладбище просто. Они начинают сначала пылесосить, запылесосят весь мусор тараканов, запылесосят. У них одноразовые пакеты для пылесоса есть. Мы обворачиваем диван, его выкидываем. Потом мы заворачиваем ковры, тоже все это выкидываем. Боюсь смотреть, что под коврами находится. Там, наверное, вообще жесть. Вань, сегодня будет веселый день. Ближе к концу выпуска здесь полностью квартира преобразится. Будет хорошо, чисто, уютно. Мы начинаем. Поддержите нас, держите за насколочки. Работа пошла. Вон, смотри, просто жесть. Собирают их с потолков отовсюду, чтобы они нам на голову не падали. Главное, чтобы потом они оттуда роем, не поползли. Там вот тоже их очень плохо. Ужас, конечно. Логово просто вскрыли. Здесь не восстановить эту одежду. Надо все выкидывать. Пока там ребята наводят порядок. Мы быстро поехали, купили необходимые вещи. Взяли два комплекта белья, подушку, лампочки новые, сейчас свет поменяем. Взяли комбинезоны, чтобы в них сейчас все одели, чтобы на нас там никто не прыгал, не бегал. Стрейч-пленку, в которую упакуем диван, ковры, мусорные мешки, перчатки, скотч, все, что нужно. А сейчас мы идем выбирать новый диван для бабушки Гали. Так что мы берем этот, я думаю, будет само то. И в принципе бюджет мы укладываем. Мы думали тысяч за 7, но 8500 тоже пойдет. Так, нам бы оформить доставку еще. Приехали ребята грузчики, которые будут выкидывать диваны, ковры. Одненький диван, кстати, уже везут. Чистенько стало в комнате. Единственное, что вот это все уже будет пахнуть, я не знаю, что с этим делать. Там уже ничего не поделаешь, там туалет кошкин, можно так сказать. Прямо на улицу сразу выкидывайте их, пусть они там дохнут. Видео такое уже. Да? Вообще, я 13 лет в этой системе, вот грустно. Ну тоже бы насилие там старое, да, там. То же обожжали тоже там, дед умер. Но такого я не видел ни разу. Как будто муравейник из клопов, да? Ну, представьте, бабушка на этом диване спала. А бабушка на этом диване спала? Я вообще не представляю, 5 минут посидел бы и все, вся зуба искусственная была бы. Смогли вас удивить, да, мы? Удивить, это не то слово, я поражен. Просто поражен. Надо снимать было матрасы, вот это вот да. Спасибо. Б*****. Да? Да, вообще. Я такого не видел. Так, при нам привезли уже диван. Мы его затаскивать пока не будем, потому что, чтобы на него сейчас ничего не попадало. Когда закончат уборку, мы его занесем. Все, спасибо. Самое лучшее вообще, что есть, что придумало человечество, можно сказать, это металлические губки. Что они прям ими шворкаешь и очень хорошо отмываются. Причем бабушка даже не жаловалась, что ее кусают, что есть хлопы. Старый человек, что-то. Ну. Муравейник. Наверное, за этот ролик раз в 10 сказал, как бабушка Галя вообще спала. По идее, вся должна быть ободрана. Правда, она в ночнушке ходит. Не знаем, как у нее кожаный покров. Но это вообще жесть. Сейчас мы картину, вот мы тогда картину, когда травили убирали. Сейчас опять уберем, там вообще кошмар, наверное, будет. Я уже себя пару клопов снял. С обоими, я не знаю, вообще, их вообще здесь, по идее, в такой квартире их не должно быть. Слушай, может хотя бы вот эти 4 сдерем и за шкафом 5 стенку. Побелим, я не знаю. Купим краску, просто поверх покрасим. Будем делать все, что возможно в наших силах. Ковер сейчас тоже выкинем, еще меньше будет проблем. Мы снимаем ковер. И здесь просто посмотрите, что здесь творится. Просто жесть, ну как? Так, приехали в Леруа Мерлен. Сейчас будем покупать все остатки, все нюансы. Мы решили, что мы будем менять люстры. Поэтому сейчас будем что-нибудь выбирать такое интересное. Я вот пришел в том же кабинетоне, решил не снимать. Мало ли, кто-то есть, чтобы там под куртку не забрался. Мы берем моющие средства, их не хватило. У нас все очень уходит больших объемов. Если честно, он уже очень сильно устал. У нас время только 5 часов, и мы закончим. Наверное, опять не раньше, 10-11. Взяли, в общем, все необходимое. Ноторвана часть линолеума. Решили постелить туда ковер. Поменяем сифон под раковиной. Взяли краску для стены. Все, все необходимое. Две люстры. Не знаю, когда мы это все будем успевать делать. Но надо сегодня закончить. Начался кружок юного конструктора. Собираем люстру. Доделаем и будем крепить. Ваня, вот как переоделся у нас. Не то, что в столетнем доме. Наверное, час вешали люстру. У нас толком нет нормального инструмента. Есть небольшая отверточка, пассатижи. Ну вот универсальная, знаете. Сначала подключили одним способом, не получилось. Потом вторым. Потом мы думали, что там есть закладные деревяшки, которым просто можно было вкрутить саморезы. Люстра выдержалась. В итоге там оказался крючок. Но пришлось выкручиваться этот крючок. Там изнуряться. Он еще отломался. Пришлось... В общем, много было трудностей. И у нас все получилось. Мы это сделали. Начинаем снимать здесь везде обои. Будем красить. Эту люстру мы сюда не закрепим, потому что там тоже крючок. Сейчас просто ее снимем. И ребята ее отмоют. Конечно, она невероятно грязная. Тем же нам будет интереснее посмотреть, когда она будет чистая. Мы все поставили. Вода не протягает. Там все сухо. Я думаю, все смотрели фильм «Охотники за привидениями», а мы охотники за тараканами и клопами. Там, наверное, у нас уже... Вы знаете, у них в фильмах были типа, куда вот... ловушки для привидения. Это вот наша ловушка для тараканов и клопов. Уже, наверное, час. Пытаемся его обработать как-то, потому что выкидывать в обмогали не разрешит. Половина она точно их не будет читать. Мы просто для вида, для интерьера оставим. Там совсем чуть-чуть. И остальные повыкидываем. У нас вот есть стопка. Здесь фотографии. Конечно, мы это все оставляем. Мы все проверяем. Мне уже даже кажется, что у меня иммунитет выработался к тараканам и клопам. То есть, если раньше я боялся, им было противно, то сейчас уже надеваться некуда. У нас вдруг приходится все убирать. Мы выкидываем уже остатки мусора. Покрасили стену. Сейчас заносим диван. Показываем, где все лежит для бабушки Гали. И едем домой. Издалека мы похожи на химиков. Как будто мы выкидываем какие-то ядерные отходы. Посмотрите на Ваню, как он... Издалека смешно смотрится. На самом деле сил нету. Уже, мне кажется, даже давление поднимается. Понятное дело, что от тараканов и клопов мы не избавились. Но сегодня мы одержали первую победу. Пока завтра будет Ваня монтировать выпуск, я вызову службу дезинфекции. Они придут, еще раз обработают. И три недели оно будет действовать. Потом мы еще раз вызовем. Вот такой расклад получается. А копы такие... Мы проиграли сражение, но не проиграли войну. Открывай. как тебя болтала сильно камера и наши зрители вот так. Бабгаль, ну все, пойдемте. Да. Наконец-то мы закончили. Да уж. День был непростой, но он того стоил. Я вам так скажу. Это конечно. Хоть сейчас время уже и первый час ночи, но по крайней мере сейчас здесь, да, здесь уже более уютно. Я очень этому рад. У нас удалось все-таки добиться, сделать у вас порядок. Музыка. 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 И был порядок под своему. Ну слов, конечно, нет. Новенький диван, ковер. Там, пойдемте, покажу. Здесь новая подушка, постельное белье. Все то, что у вас было, ну вот то, что старенькое, мы все выкинули, потому что там все в клопах, в тараканах. Вот. И привезли вам все новое. Сегодня желательно здесь вам не спать, потому что завтра мы придем и еще раз придет служба дезинфекции. Она будет действовать 3 недели, и через 3 недели мы к вам еще придем и еще обработают. Шкафчик вот отмыли, протерли, чистенький. Вы нас уж сильно не ругайте, и мы книги повыкидывали, ну, которые совсем уже были испачканы. Поставили нашу елочку, которую мы вам год назад дарили. Мы еще туда пришли в костюме, я пришел Дед Мороза, а вы меня не узнали. Конечно. Шкаф, баб Галю вот этот помыли, тоже чистенький. Мы в шкафу все перебрали, каждую полочку, лишние пустые коробки повыкидывали. На кухне видели тоже? Пойдемте поспать. Че? А, баб Галю, люстра новая. Та, она была очень грязная. Там очень много вот этих мелких нюансов, и ее просто было очень сложно. Нереально, я бы сказал, отмыть. Мы вам привезли новую, закрепили. Здесь даже светлее стало. Вот, и как-то все равно более современно уже выглядит. Спасибо большое, ребята, конечно. Дай бог вам здоровья и вашей семье. Но это, конечно, мне уже ничего особо и не надо. Мы понимаем, бабушка Галя, что вам уже не так особо ничего и не надо, уже ничего и не хочется. Не хочется. И честно, вот вы даже говорите, что вот Маша там есть какая-то ваша племянница, родственница. Внучка. Она у вас одна, кто остались из родственников? Да. Больше вообще никого нет? Нет. Честно, я вам скажу, она вам здоровья не желает, потому что ни один родственник не допустил бы, чтобы ее бабушка жила в таких условиях. Да почему нормально? Она приходит, приносит и думает. У нее сейчас маленький ребенок. Вы это всегда говорите, но нельзя запускать до такого квартиры. Вас просто могли съесть. Абгарь, а вам сейчас сколько лет? Сколько лет? 79. Ну, Бабгай, вот после такой уборки до 100 лет надо зажить. До 100 лет? Это трудно до 100 лет. Диванчик нравится хоть? Нравится, конечно, очень нравится. До завтра. Завтра еще мы с вами увидимся, там буквально на час. И, кстати, сейчас уже же начало первого. Сегодня седьмое число. От нашего канала поздравляем вас с Рождеством. С Рождеством. Это вот вам... И вас тоже. Спасибо. И дай Бог вам здоровья, вашим семьям. Спасибо, ребята. Спасибо. Это вот вам от нашего канала, от наших зрителей, такой подарок к Рождеству. Да. Ну и ну. Мы очень старались. Мы молодцы просто. Спасибо вам большое, я говорю. И дай Бог здоровья вам, вашим семьям и все, что вам хочется, пусть исполнится. Спасибо. Спасибо. Все, папаша, Галя, еще раз вас с Новым Годом. Пожалуйста. И с Рождеством. И с Рождеством, да. И вас тоже. Спасибо. Все, закрывайтесь. Друзья, ну что, сегодня у нас день третий. Сейчас, пока мы ждем дезинфектора, чтобы на второй раз обработать квартиру, я хотел бы с вами поделиться эмоциями. Вот сегодня полдня. Я вот провел дома, ездил за еще сюрпризами, подарками. И вот мне все время везде кажется, что где-то есть тараканы. То есть, ну вот, мозг почему-то их видит. То есть, допустим, крошечка лежит, либо где-то черная точка. Я голову поверну, мне кажется, идет какое-то движение, и там таракан. Я смотрю, а ничего нету. И вот, я не знаю, как-то, понятное дело, это, скорее всего, со временем пройдет, потому что, ну вот представьте, мы вчера 16 часов находились в помещении, где куда ты не посмотришь, везде есть либо таракан, либо клоп, и не по одной, а в больших количествах. И, конечно, мозг, наверное, везде сейчас ищет опасность. Вот, поэтому, слава богу, мы от этого сейчас избавляемся. Там сейчас уже их не так много. Ну, и я думаю, мы третий-четвертый раз обработаем, и будет вообще здорово. Поэтому ждем и травим, и идем дарить подарочки бабушке Гале. Здрасте. Здрасте. Мы вчера нашли место, где вот они бегут именно с подъезда, хотя, понятное дело, они бегут везде. Вот там под раками запенил, и, по крайней мере, будет уже меньше. Сердце радуется, когда смотришь, что было вчера еще утром, и что уже сейчас я даже вот поспал, отдохнул и вообще рад очень. Да, баб Галь? Да, конечно. Так, ну все, начали второй раз обрабатывать. Итак, вторую обработку от тараканов провели. Теперь это средство будет действовать три недели, и через три недели проведут третью обработку. Бабушка Гале будет точно жить в комфорте и в уюте. Мы сейчас ждем час, пока там все проветрится. Бабушка Галин сидит сейчас опять у соседки, ждет, пока там все выветрится. Я хочу вам сказать, для тех зрителей, кто не знает, мы перед Новым годом открыли наш интернет-магазин с одеждой, аксессуарами. Очень старались и довольны нашим результатом. У нас там более 40 принтов различных с разной тематикой. Очень много различных изделий. Это и футболки, кофты, толстовки, худи, кружки, одеяло, рюкзаки, чехлы для телефонов. Очень много в сеть. Мы вам будем очень благодарны, если вы поддержите наш канал и купите частичку, вот нашу символику. Спасибо вам большое. А сейчас я дожидаюсь час, беру все подарочки последние, и заходим бабушке Гале и будем дарить. Галя, у нас для вас есть еще одни подарочки. Я посмотрел, у вас там шапочка старенькая. Взял новую шапочку. Да там и новые есть у меня. Не знаю, новых мы не нашли. Я вам сейчас привез порошки. Все, что у вас есть, то, что на вас закидывает и стирается. Я вам привез новую ночнушку. Вот. И халатик новый. А старые? Ну, все равно новые, хорошо. А старенькие, закидывайте, стираться. Здесь вот в пакетике еще вам тапочки. Новенькие, чтобы сейчас ходить. Мы у вас тоже тапочки не нашли, которые были. Они все старые, рваные, грязные. Во, все, и в новеньких сейчас будете ходить. Здесь еще я вам привез продукты. Сейчас на первое время. Здесь новые губки сейчас, чтобы старое все выкинуть. Новые губки. Это салфетки протирать руки. Мыть посуду, что-то еще. Взял 10 пачек корма. Для Белки. Для Белки, да. Макароны, 2 пачки порошка, чтобы вам хватило все-все-все перестирать. Фрикадельки уже готовые, просто пожарить. Филе куриное, курица, мыло. Тоже все. Средства для посуды, масло. Все сейчас вам на первое время. Мы вас еще будем навещать. Через 3 недели мы приедем, еще раз обработаем. Я думаю, этого на первое время вам хватит. Это глаза тут на месяц хватит. Сейчас отнесем на кухню. Возьмем сразу постельное белье с подушкой. У меня слов нету, все так здорово, все прям, я не ожидала, конечно. Я бы так и жила там. Зай бог терять и остаться одной. 11 человек потерять и одной остаться, кидупаться еще и году, как здоровья хватает. Но я у бабушку, бабушка до 94 лет прожила. Когда она умирала, говорит, Горя, ты в меня и доживешь до моих лет. Я говорю, баба, не знаю. Мы вас очень поддерживаем. Ой, Горюк, спасибо. Надеемся, что проживете вы, как говорите, ваша бабушка. Мы специально это делаем, чтобы вы как можно дольше прожили. Да постараюсь. Постараюсь. Я зарядку до утром делаю. Двигаться надо всегда, хожу. Хотя бы по улице. Дай бог вам крепкого-крепкого здоровья. Дай бог, что хочется пусть исполнится. Да, спасибо нашим зрителям, которые нам помогают. Здоровья твоим родным. Все, чтобы у тебя было хорошо. И все, что ты хочешь, все, чтобы сбылось. Спасибо, спасибо. Без наших зрителей мы бы это тоже не смогли сделать. Потому что у нас был бюджет, мы планировали, что мы тысяч в 20 уложимся. А в итоге мы потратили почти 40, чтобы здесь вот это все сделать. Мы к этому, конечно, не были готовы. Но спасибо вам огромное всем за то, что вы помогаете, поддерживаете. Спасибо спонсорам, кто у нас есть на канале. Спасибо всем, кто в ближайшее время получится стать спонсором на нашем канале. Мы вам всем очень благодарны. И вот без вашей помощи, поддержки у нас бы не получалось делать и доводить до ума такие вещи. Огромное вам спасибо. Большой-большой привет всем зрителям, всем вам, которые занимаются таким большим делом. Помощь бывает действительно очень нужна, особенно одиноким. Дай бог тебе. И вам. Всего-всего. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok